Где мы были? Здесь. Итак, к последнему запросу с использованием операции «или» будут найдены страницы и те, у которых есть и одно слово, и другое слово, и оба этих слова одновременно. То есть их страниц будут больше, чем по предыдущему запросу «и». Надо сказать еще, как обозначаются эти логические операции в поисковых запросах. «И» обозначается знаком «амперстант», то есть мы подаем запрос «слово 1», «амперстант», «слово 2» значит «слово 1» и «слово 2». Операция «или» обозначается вертикальной чертой «слово 1», «слово 1» или «слово 2». Трикальная черта обозначает «или», «амперстант» означает «и». Для наглядности картинка. Мы будем и в дальнейшем при решении задачи обозначать множество страниц, которые найдены по тому или иному запросу, обозначать будем кругами. Значит, здесь левый круг, такой вот синий, обозначает весь круг, подчеркиваю, весь круг, означает все страницы, на которых найдено слово «один». Круг, который побольше такой розовый, означает весь круг, означает все страницы, на которых есть слово «два». Тогда получается вот общая часть этих кругов, вот эта вот центральная. Все страницы, на которых есть слово «один» и слово «два» одновременно. Полностью вся эта картинка, весь рисунок, объединение двух кругов и левой, и правой, и общая их часть. Все это вместе, это все страницы, на которых найдено слово «один» или слово «два». Можно еще посмотреть на левую часть, вот такой вот типа полумесяца. Это те страницы, на которых найдено только слово первое, но на них нет слова второго. Правда, такой вопрос непонятно, неизвестно, как сформулировать. Вот на картинке, вот этот вот левый полумесяц, такой ярко-голубой, это те страницы, на которых только слово «один» присутствует, а второго нет. И также, соответственно, симметрично справа, этот розовый большой полумесяц, вот эту вот границу, те страницы, в которых есть только слово «второе», но нет слова первого. Чем образом, здесь вот такая вот связь логики и твории множеств. То есть операция «и» логическая означает пересечение множеств. А перстанк вот этот «и» означает пересечение множеств. А пересечение мы знаем, это такое множество, в котором есть элементы и того, и другого одновременно. То есть общая часть двух множеств. Или это операция аналогичная объединению множеств. То есть она включает те элементы, которые делаем этим множеством вместе. Все задачи, которые у вас встречаются в ОФГ сейчас, которые мы будем разбирать, они в этих задачах просят нас найти количество элементов в том или ином... Так, что-то хотели спросить. Во всех задачах нас будут просить найти количество элементов, количество страниц, вернее, которые будут найдены по одному или иному запросу. Ну, мы с вами сразу переводим на язык множеств. То есть мы будем подсчитывать количество элементов в том или ином множестве. Мы рассмотрим сейчас, как найти сначала количество элементов в объединении двух множеств. Вот для примера возьмем такую ситуацию. Например, был произведен опрос. Спрашивали людей, кто предпочитает чай или кофе. 15 человек ответили, что они им предпочитают чай или не чай. 21 человек сказал, что любят кофе. То есть составили список любителей чая, там 15 человек. Составили список любителей кофе, там 21 человек. Потом обнаружили, что есть 7 таких, 7 таких людей, которые попали и в тот, и в другой список одновременно. Там и там. Вопрос. Сколько же человек опросили? Здесь мы видим один список 15, другой 21. Хочется сложить 15 плюс 21, 36. Но это будет неправильный ответ, потому что мы видим, что некоторые люди, их 7 человек, они и в том, и в другом списке одновременно присутствуют. То есть они, если просто сложить 15 и 21, эти семеро войдут в сумму дважды. Поэтому, как надо действовать? Здесь два способа. Первое сначала вот по этому рисунку. Первый способ. Нарисовать рисунок, изобразить 15 любителей чая и 21 любителей кофе. Пересечения у них есть семеро, которые любят и то, и другое. Тогда можно посчитать, сколько вот здесь в левой части, сколько в правой части. В левой части мы видим, что от всего круга, от всех 15, надо отнять вот эту семерку. И тогда останется 8 человек именно вот здесь только. Вот по этой границе. Вот в левой части. Также справа 21 отнять 7, это 14 человек, да, вот только вот здесь вправо. Таким образом, мы весь наш рисунок разделили на три области, которые не пересекаются между собой. Первая, вторая, третья. И в каждой из областей поставили число 8, 7 и 14. Вот теперь все числа мы можем сложить, потому что они стоят вне пересекающихся частях. 8 плюс 7 плюс 14 равно 15. 14, 29. То есть, оказывается, было опрошено всего 29 человек. Так, первый способ. По рисунку. Ага, тут еще раз. Ладно. Вот, расставили три числа и, как мы уже видели, посчитали. Вложили три числа, которые стоят в непересекающихся частях, получили 29. Второй способ. Оказывается, есть формула, правила для подсчета. Это количество элементов в объединении двух множеств. Или оно еще называется правило включения-включения. Как оно выглядит. Правило включения-исключения. Чтобы посчитать количество элементов в объединении, или, как мы говорили, в объединении двух множеств А и Б, надо сложить количество элементов в каждом множестве, множестве А плюс множестве Б, и отнять от этого количества общую часть А и Б, количество элементов в пересечении множеств. Ну, как мы и рассуждали сначала, что поскольку у нас 7 человек входит и в тот, и в другой список, и в то, и в другое множество, оно учитывается дважды, и значит, один раз надо это количество вычесть из общей суммы. Тогда, если мы знаем такую формулу, то мы применим ее к нашей задаче про чай-кофе. Напишем так. Чай или кофе равно чай плюс кофе минус чай и одновременно кофе. Равно. Можно подставить. Так, любителей чая было 15, любителей кофе было 21, и то, и другое любят 7. Считаем, 36 минус 7 тоже получается 29. Вторым способом, по правилу включения и исключения, мы решили задачу, нашли количество опрошенных человек, то есть количество элементов в объединении двух множеств. Ну вот, сначала мы сейчас порешаем задачи, где два множества встречаются, потом приведем к трем. Тоже мы будем стараться решать их двумя способами, но вы потом для себя выберите, какой вам способ предпочтительнее, так и будете дальше решать. Я буду показывать сейчас два способа. задача. В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашел поисковый сервер по этим запросам в некотором сегменте интернета. Запрос количества страниц в тысячах. Ну, в тысячах нам не важно, смотрим просто на числа. Фрегат и эсминец, по этому запросу найдено 500 страниц. Просто фрегат, одно слово фрегат найдено 2000 страниц. Слово эсминец, таким словом найдено 2500 страниц. Сколько страниц в сетчах будет найдено по запросу фрегат или эсминец. Так, давайте сначала нарисуем. Сейчас вставлю, чтобы были у нас красивые, более-менее круги, ровные, без заливки, чтобы... было видно общую часть. Отписываем один круг фрегат, другой эсминец. Кстати, почему я нарисовал, что общая часть есть, а вдруг ее нет в общей части? Мы смотрим на условия. Фрегат и эсминец содержит 500 страниц. То есть на самом деле здесь есть. И вот расставляем на числа, которые нам даны в таблице. В общей части фрегат и эсминец. Это вот здесь внутри 500 страниц найдено. Фрегат. Не буду писать внутри, потому что непонятно, только всему кругу относится к этой левой части. Лучше буду писать снаружи. 2000 страниц. Это во всем круге фрегат. эсминец. Эсминец. 2500 страниц во всем круге эсминец. Сколько в объединении? То есть сколько тут во всей этой картинке? Первый способ опять вот здесь найдем. Найдем. 2000 минус 500. 1500 вот в этой левой части. В принципе, уже можно вложить к этому числу 1500. Можно прибавить весь круг 2500. Только между собой они уже не пересекаются. То есть у нас сейчас даже 3 способа получится. 1500. Я могу прибавить 2500. То есть вот эту частичку. И плюс весь круг эсминец. Складываем, получаем 4000. Мы могли бы и вот, стоя право, найти 2500, 1 из 500, 2000 в этой правой части. И тогда вот эту часть сложить со всем кругом фрегатом. 2000 плюс 2000. Тоже 4000. Раз способ, два способ. Третий способ. Раз мы расставили три числа по трем разным непересекающимся частям, мы можем их спокойно вкладывать. 500 плюс 500 плюс 2000. 2000 плюс 2000. Опять получается 4000. Так. Разными способами ответы у нас совпадают. Ну и по формуле. Можем применить правило включения и исключения. Фрегат или эсминец. Равно. Мы помним, надо сначала сложить по одному. Фрегат плюс эсминец. Минус общая часть. Фрегат и эсминец. И просто подставить данные. Фрегат. Вот мы видим на картинке. В таблице 2000. Эсминец. В таблице 2500. Минус их общая часть. И фрегат и эсминец 500. Минус 500. 4500. Минус 500. Опять получаем те же 4000. Твертый способ. Во всех способах получили 4000. Я, кстати, не пояснила, почему правило включения и исключения. Смотрите, мы по одному множеству берем с плюсом. Сейчас в тимки красивые вернемся. А с плюсом, В с плюсом. То есть А включаем, В включаем. Общую часть включаем. То есть берем со знаком минус. Включили, включили, исключили. С плюсом, с плюсом и с минусом. Так, следующая задача. В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции или используется символ вертикальная черта, а для логической операции и символ анперсант. Вот смотрите, вам даже в таблицах, ой, в задачах, эти задачи будут каждый раз напоминать. Чтобы вы понимали, что означает вертикальная черта, то анперсанты. Такой заботы о вас напоминают. Какая операция, каким значком обозначается. В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети интернет. Запрос Пушкин – 2500, Лермонтов – 2000, Пушкин или Лермонтов – 4500. Какое количество страниц в тысячах будет найдено по запросу Пушкин и Лермонтов? Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов. Но это замечание, в общем, можно не обращать на него внимания. Задача, конечно, похожа на предыдущую, просто здесь другой вопрос. Там нужно было найти, сколько в объединении, здесь нужно найти, сколько в пересечении, сколько элементов в пересечении двух множеств. Мы, кстати, не знаем, есть там вообще общая часть или нет. Но если не знаем, то рисуем на всякий случай. То есть общая часть, рисуем два круга. Так, рисуем два красивых круга. Пушкин, Лермонтов. Рисуем с общей частью. Пушкин обозначаем Лермонтов. Пушкин – 2500. Это во всем круге. Лермонтов – 2000. Это во всем круге. В объединении, то есть во всей этой картинке, 4500. Страница 4500 элементов. Объединение двух множеств. Нас просили узнать, сколько в пересечении. Пушкин и Лермонтов. Пушкин и Лермонтов. То есть сколько вот в этой центральной части. Что такое рисунок? Берем. Давайте опять первый способ. Рисунку. 4500. 4500 во всем. А если мы сейчас от этих 4500 отнимем страницы по запросу Пушкин, отнимем вот этот весь круг 2500, то мы найдем 2000. Так, почему у меня какие-то не те числа? Разберемся. 3500. 3500 же, да? Чувствую не то. 3500. Если мы сейчас от общей суммы 4500 отнимем круг Пушкин 3500, то получим 1000 вот здесь. То есть за пределами круга Пушкин. Вот в этом правом полумесяце. Первое, что мы сделали. 4500. Общее количество отняли 3500. Получили 1000. То есть мы знаем, сколько здесь. Теперь мы знаем Лермонтов. 2000. Весь круг. Чтобы узнать его кусочек, эту часть, нам надо отнять вот эту тысячу. Второе действие. 2000. Весь круг Лермонтов. Отнимаем 1000, которые справа. Включаем опять же 1000. Это уже та, которая здесь, в центре. Так, получили 1000. Второй способ по правилам. Включение и исключение по формуле. Применяем правило включения и исключения к Пушкину и Лермонтову. П или Л равно П плюс Л минус П версант Л минус общая часть. И? Нет, не И. Подставить мы не можем, потому что вот здесь мы не знаем, сколько. Нет, но мы можем подставить то, что знаем. В объединении 4500. Пушкин 3500. Это мы знаем. Лермонтов 2000 знаем. Минус, а вот минус сколько, не знаем. Пушкин и Лермонтов. Так, посчитаем. Сначала. Что можно? 3500. Давно. 3500 минус В и Л. Так, отсюда. Математика еще, да? Аккуратно надо переносить влево-вправо. Средить за знаками. То есть я ее сейчас перенесла в левую часть со знаком плюс. Сменила знак. Вправо у меня 3500. И 4500 переходит слева направо с изменением знака минус 4500. И мы видим, что тоже, как и первым способом, получается, что в реале Мушкина и Лермонтов по этому запросу было найдено 1000 страниц. Вот же самый ответ. Ну вот смотрите, как удобно можно по рисунку, можно по формуле. Так, еще задача с двумя словами. Ну, потому что здесь, опять же, вопрос отличается от двух других. Итак, ниже приведены запросы и количество страниц, которые нашел поисковый сервер по этим запросам в некотором сегменте интернета. Шахматы или теннис – 7770. Просто теннис – 5500. Шахматы и теннис – 1000. Сколько страниц будет найдено по запросу шахматы? Только в одном круге. Но, между прочим, мы можем сразу и формулой воспользоваться все же. Что вам известно? Особо ничего по картинке-то выяснять не надо, где что. Поэтому мы можем сразу написать правило с включением и исключением шахматы или теннис равно шахматы плюс теннис минус шахматы и теннис. Написали. Подставляем, что известно. Объединение – 7770. Известно. Шахматы – неизвестно. Теннис – 5500. Шахматы и теннис – 1000. 77770 равно шахматы плюс, а тут считаем, 5500 минус 1400. Чтобы найти неизвестное слагаемое шахматы, надо от суммы отнять известное слагаемое. Как и тут ошибиться. В арифметических действиях. Смаг столбиком посчитаем. 7 минус 5, 2, 7 минус 4, 3. Значит, по запросу шахматы найдено 3270 страниц. 1270. Сразу по формуле решили. Но с двумя множествами, с двумя словами проще. Наверное, даже всегда хочется сразу по формуле решить. Но тут другая проблема. Конечно, формулу надо запомнить, чтобы в любой момент ее быстро воспроизвести. А по картинке можно не запоминать формулу, а сообразить. Только надо правильно нарисовать и правильно расставить. Там можно сообразить, как и в какой части найти неизвестное количество. Переходим к трем множествам. Смотрим правила включения и исключения для трех множеств. И посмотрим, как решать задачи с тремя словами в поисковых запросах. То есть, с тремя кругами на картинке. То есть, с тремя множествами будем говорить. Здесь у нас есть и множество А, В, С. Здесь главная проблема по этому рисунку. Теперь понимать, какая часть этого рисунка, что означает. По-прежнему у нас каждый круг – это одно множество. Каждый круг – одно множество. То есть, одно слово в запросе. Хорошо видно общую часть всех трех множеств. Это самый центр, вот такой криволинейный треугольничек. Это А, и В, и С. То есть, страницы, в которых встречаются все такие слова одновременно. Пересечение всех трех множеств. И еще нам надо хорошо видеть, где пересечение по два. А и В – это вот этот вертикально расположенный, как назвать эту фигуру. Я их называю лепестками. Похоже на лепестки цветов. Вот вертикальный лепесточек такой. Это общая часть кругов А и В. А и С – вот он здесь лежит, как смотрит влево. Это А и С. В и С – вот эти лепесток, который почти в горизонтальном положении и смотрит вправо. Вот, мы должны видеть вот эти множество. Смотрите, даже по рисунку понятно, как посчитать количество элементов во всем объединении, во всем этом рисунке. Сложим А, плюс В, плюс С. У нас получается, что вот эти вот общие части по два множества сложились по два раза. Потому что они накладываются друг на друга. Их надо вычесть. Но если мы их вычтем три раза, то центральная часть тоже лишнего вычтется. И один раз ее надо все-таки вернуть, добавить. Получается правило такое. Правило для трех множеств. А или В или С равно… По одному мы теперь опять включаем. То есть берем со знаком плюс. А, плюс В, плюс С. По два исключаем. Берем со знаком минус. Минус А и В, минус А и С, минус В и С. И снова со знаком плюс включаем общую часть всех трех. Вот такое чередование знаков. По одному с плюсом, по два с минусом, по три с плюсом, по три с плюсом, по четыре с минусом и так далее. Но, конечно, для большего количества множеств получается такая громоздкая формула длинная. Уже не очень удобная. Но это одна проблема. Другая проблема в том… Самая главная проблема в том, что… И факт, что в задаче вам дадут количество во всех вот этих вот частях. Такого, как правило, не бывает. Поэтому пользоваться формулой для трех слов, для трех множеств получается крайне редко. А в основном такие задачи с тремя словами решаются все-таки по рисунку. И еще одна третья, так сказать, проблема в том, что… Смотрите, какое выражение встречается чаще всего в задачах. Вот, например, «вега» и «а» в скобках «сириус» или «арктур». То есть в одном выражении «и» и «или». В формуле такого вообще нет выражения. Поэтому по рисунку. Итак, нам опять дали запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети интернет. «Сириус» и «вега» – 260 страниц. «Вега» и в скобочках «сириус» или «арктур» – 467 страниц. «Сириус» и «вега» и «арктур» – все три слова встречаются на 119 страниц. Такое количество страниц в тысячах будет найдено в запросу «вега» и «арктур». Считается, что все запросы, но это можно уже не читать. Вот, информация главная у нас в таблице. «Картинка» сначала должна написать. Да, картинка. Теперь нам нужны три же круга. Раз, два, три. Видим, что общая часть у нас есть, элемент 119. Поэтому рисуем три круга так, чтобы общая часть у нас была. Расставляем. Обозначаем. «Вега». Там еще «сириус». Так, сейчас смотрю, чтобы моя картинка соответствовала. «Вега» или «сириус» именно. Так обозначим. Итак, 119. Проще всего всегда поставить общую часть вот эту в центре. Маленький такой криволинейный треугольничек. В нем 119 элементов. «Сириус» и «Вега». «Сириус» и «Вега» – общая часть вот этих двух пугов. Это вот эта вот их общая часть. В ней 260 элементов. 260 вверх. И самое главное, где же увидеть нам «Вега» и «Сириус» или «Арктур». Здесь опять можно действовать двумя способами. Сначала мы знаем, что выполняется операция в скобках. То есть надо найти объединение «Сириуса» с «Арктуром». Объединение, значит, мы должны обвести «Сириус» с «Арктуром» вместе. Вот два круга полностью, это вот их объединение. Объединение двух кругов «Сириус» с «Арктуром». А теперь мы должны найти пересечение вот этой розовой фигуры с «Вегой». Пересечение, то есть общую часть. Где «Вега» круг накладывается на эту вот розовую фигуру. У них общая часть. Ну вот, видимо, здесь. Вот. Вот граница «Веги». Вот «Сириус» вместе с «Арктуром». Вот мы нашли эту общую часть. Вот главная проблема найти эту фигуру. Ну, в утешении вам могу сказать. То во всех задачах похожие вот такие же похожие фигуры и получаются. Ну, может, они смотрят в другую сторону. Там есть и «И», и «Или». В результате получается такая фигура. Ну, может, она вот в другую сторону будет смотреть. Ну, вот такая. Объединение двух лепестков. Смотрите, как хорошо. Мы от трех множеств ушли и пришли к двум множествам. Вот тут она у меня покрасивее. Вот нарисована эта фигура. Один лепесток, второй лепесток. Мы можем сейчас спокойно написать это множество «А», это множество «Б» и работать уже с двумя множествами. Посмотрим, что мы про них знаем. Вот в этом вертикальном лепестке 260 элементов. То есть в множестве «А» 260 элементов. В центральной части 119. Что еще нам известно? Во всей этой фигуре 467 элементов. А что найти надо? Тогда возвращаемся в задачу «Вега» и «Арктур». А «Вега» и «Арктур» — это вот второй лепесток, который, сказать, вот у нас лежит вот вниз. В множестве «А» значит нам надо найти. Кстати, я запишу все раз условия. Множствие «Б» нам надо найти. Так нам дано, чтобы «А» 260. «А» — объединение с «Б» 467. «А» — пересечение с «Б» в их общей части 119 элементов. Вопрос, сколько «Б»? И мы с радостью видим, что можно применить правило включения и исключения уже для двух множеств. «А» или «Б» равно «А» плюс «Б» минус «А» или «Б» и «Б» минус «А» и «Б». Подставляем. «А» 467 равно 260, плюс «Б» неизвестно, минус общая часть 119. «А» 467 равно 260, минус 19. Чтобы не ошибаться, читаем с клубиком. «А» 1 занимали. «А» 5 минус 1 — 4. «А» 2 минус 1 — 1. «А» 467 равно 141 плюс «Б». «Б» равно 467 минус 141. «А» 467 минус 141. «А» 467 минус 141. «А» 4 минус 1 — 6. «А» 6 минус 4. «А» 4 минус 1 — 3. х квятин Сflemo師» 367 минус 426, плюс «А» 426 минусы 361 минус 426 hed — 6. еще тут пришла мышление , что можно раскрыть скобочки. Скобочки мы знаем знаем что логические и интерв shareholders Для операций логических тоже есть такой же распределительный закон, как для математических. Раскрыть скобочкой Вега и Сириус, то есть как бы Вега, умноженная на Сириус, плюс Вега, умноженная на Арктур. Тогда мы вот эти два лепестка видим на нашей картинке. Вега и Сириус, Вега и Арктур. Их просто берем и складываем, накладываем друг на друга. И получается точно такая же картинка и точно такое же решение. То есть можно эти лепесточки увидеть по отдельности, наложить их друг на друга и с двумя множествами дальше задачу решить. Так что все задачи с тремя словами, с тремя множествами мы сводим к задаче с двумя множествами. Надо только правильно эти два множества на рисунке увидеть. Так, еще задачи. Ну мы сразу смотрим на таблицу, что тут оно и на вопрос, что надо найти. Сириус и Вега 260. Вега опять такое же, видите, выражение Вега и Сириус или Арктур в скобках. 367, как-то опять те же, что ли, числа. Немножко вот здесь не то, 131. Сириус и Вега и Арктур – 131. Какое количество в тысячах будет найдено по запросу Вега и Арктур? Еще раз тренируемся на рисунке находить нужное нам множество. Вот это примечание, если сейчас уберу, оно ни к чему. Так, три круга. Вы решаете на бумаге эти задачи. Рисуете аккуратно круги, рисуйте их крупнее, рисуйте так, чтобы общие части тоже были. А то некоторые рисуют вот такие вот крохотные общие части, там ничего и не увидишь, и не напишешь. Вот так, чтобы они побольше пересекались между собой. Вот. Сириус, Вега, Вега, Сириус, Арктур. Вега, Сириус, Арктур. Кто известны? Сириус и Вега. 260 – это вот опять, да? Сириус и Вега. Вот в этом вертикальном 260. 260. вот эти два круга. Почему она такая же похожая на прошлую задачу? посмотрим так а вот в этом надо найти только числа получаются что ли разные 467 и 167 во всем этого рисунки не знаю почему такой задача сильно похоже взяла значит два множества а.б. формулу а или б равно а плюс минус а или б 467 равно 260 плюс б неизвестно минус 131 двините следующая так значит что получается 467 равно 260 минус 131 это 129 плюс б так да перейдем б равно 467 минус 129 б равно 7 минус 9 17 минус 9 8 5 минус 2 3 4 минус 1 3 и 138 ну почему-то очень похоже еще раз так эти все были задачи сайта решу ОГН теперь еще задачи сайта Константина Полякова потому что там действительно показались задачи все очень похожие друг на друга и нашла тут задачу в которой вот другой вопрос надо найти сколько страниц было найдено по запросу Ландыши и Васильки и Лютики где все три слова встречаются вместе Васильки и Ландыши и Лютики цинкруги обозначаем как обозначить равно наверное кто где Васильки так Ландыши и Лютики на одну и ту же буху значит как-то различаем Ландыши и Лютики представляем что нам известно Васильки и Ландыши вот вот их общая часть Васильки и Ландыши Ландыши и Лютики на другой цвет Ландыши и Лютики общая часть этих двух кругов в центре нам надо найти пересечения всех трех мы не знаем и вот опять Васильки в объединении с Лютиками Васильки или Лютики и потом и Ландыши наверное действительно надо как бы раскрыть скобки Ландыши и Васильки где они? Ландыши и Васильки и плюс Ландыши и Лютики Ландыши и Лютики вот как раз те две фигуры для которых известно количество у нас получается то есть опять получается вот такая фигура из двух лепестков ну просто развернута в другую сторону в одном из лепестков 650 элементов в другом 230 в центре неизвестно а в объединении мы видим 740 во всей этой фигуре 740 если мы обозначим множество А и множество В опять применяем правило включения и исключения А или В равно А плюс В минус А и В вставляем смотрим на рисунок подставляем в объединении 740 в А 550 в 230 пресечения неизвестно как раз надо найти 740 равно так 880 минус А и В а и В равно так это мы перекинем его влево со знаком плюс 880 останется справа 740 перейдет слева направо со знаком минус минус так и все осталось посчитать не ошибиться а и В равно 140 140 ответ вы видите в общем подход одинаковый это 140 у меня видимо остался ответ но увидим что действительно 140 правильно очень хорошо то что никаких больше особо там экзотических фигур не получается остык надо найти так фотос фотос арамис ну вот вопрос сколько вот в таком запросе сколько по такому запросу будет найдено странице так круги красивые круги ровные нарисуем крупнее чтобы там не было смотреть чтобы там не было писать так так у нас тут а тос и арамис опять на букву а это будет а тос портос внизу арамис ар и портос обща часть а тос и портос и арамис Атос и Арамис. Два круга, общая часть. 235. Атос и Твартос и Арамис. Общая часть всех трёх в центре до 20. Вот опять. Такая же фигура, как и в прошлых задачах. Так, а что нужно? Только будет найдено по запросу Атос и Партос или Арамис. Сначала в скобках Партос или Арамис. Эти два круга и в пересечении с Атосом как раз та фигура, которую мы уже и обвели цветным. Вот такая. Изображаем её отдельно. Множество можно обозначить А и В. В А 335. В центральной части 120. В общей части В. В 230. А надо найти, сколько в объединении, сколько во всей этой фигуре. Правило включения. Включение. Смотрите, мы для трёх множеств даже нигде его не применили. Мы всегда сводим задачу к двум. А или В равно А плюс В минус А или В. Это как раз и неизвестно. Уединение или неизвестно. Остальные известны. 335 плюс 235 минус общая часть 120. Такое объединение наших множеств. Вот. 70 минус 120. А или В равно 450. В этом 50. Ответ 450. 50. Вот. От трёх кругов пришли к двум таким множествам. Вот. Ещё немножко есть. Чуть-чуть времени. А вот эта последняя задача. Почему? Я её решила тоже рассмотреть. На всякий случай вдруг что-то такое попадётся. Вот здесь много чего дано. И вопрос, как изображать эти круги. Ну, их три разных слова. Атос, Арамис, Портос. Как изобразить круги? Смотрите, мы если посмотрим Атос 230, Арамис 170, а в их объединении или 400. И если мы 230 и 170 сложим, то получается 400. О чём это говорит? Это говорит о том, что круги Атос и Арамис не иссякаются. 230 плюс 170 равно 400 и здесь тоже 400 в их объединении. Значит, мы должны вставать Атос и Арамис отдельно. Они не пересекаются, у них нет общей части. Видите, по правилу включения и исключения мы ничего не вычитаем. Значит, у них нет общей части. А вот Портос, с ними видно по условию, пересекается с тем или с другим множеством. Вот в таких случаях надо делать такой рисунок. Итак, Атос 230, Арамис 170 во всём круге. Атос и Портос общая часть 50, Арамис и Портос общая часть 60. Во всём объединении всех трёх 900. Вопрос, сколько в круге Портос, сколько в центральном круге? Так, и как же тут по картинке? Конечно, да, мы действуем. И что тут найти? Мы можем, например, вот в этих частях посчитать, да? 230 минус 50, 180. 170 минус 60, 110. Потом тогда, если мы от 900 отнимем вот эти крайние части, 180 и 110, да? То это как раз и останется круг Портос. Да. 900 минус 290, 610. Ответ 610. То есть чисто по рисунку мы сделали, но рисунок нарисовали правильно. Мы заметили по условию задачи, что эти два круга не пересекаются, поскольку сумма количеств в каждом отдельно равно количеству в их объединении. Ну, так я вот посмотрела банк задач, который сейчас есть на сайте решеолога Куликова. Вроде бы не видно таких задач, но всё-таки нужно быть готовым. Готово. Так, ну вот это все задачи, которые я хотела рассказать. Вы видите, они всё-таки похожи друг на друга. Этот файлик я вам скину в полезные материалы. Задание вам на цепике в нашем курсе ОГЭ на эту тему. Восьмое задание тоже задачи решать. Тренироваться обязательно. Вот тут ещё в арифметике как бы не ошибиться. Поэтому надо решать, нареживать, тренироваться. На, на сегодня. Всё. Продолжение следует.